Привет, канал Бонапети и я Алексей. Курицу приготовить дело нехитрое и способов это сделать найдется немало. Я же предлагаю запечь курочку в горчице, которая придаст необычный привкус и пикантность нежному куриному мясу. Список ингредиентов как всегда в описании. Я начинаю с чеснока. Беру 5-6 крупных зубчиков чеснока, разрезаю на две части вдоль и удаляю сердцевину. На кое это надо делать вы спросите? Я разрезал зубчик и видим желтовато-зеленый росток. Он жесткий и к тому же порезанный чеснок от него быстро синеет. А вот если чесночок молодой, ничего из него вырезать не нужно. Что касается курочки. Она уже помыта, обсушена и я срезал немножко лишней кожи и чуток жира. Поливаю ее лимонным соком. Здесь нужен сок одного лимона или 5 столовых ложек уже выжатого сока, который продается в магазинах. Немного сока нужно оставить. Втираю его в кожу, чтобы хорошенько пропиталась. Отлично. Остаток сока вливаю внутрь и распределяю. Теперь внутрь нужно положить лавровый лист и тимьян, связанный вот в такой букет. Туда же отправляю весь чеснок. Все это вместе придаст офигенный аромат моему блюду. Беру горчицу. В данном случае смешаны три части дижонской и одна часть зернистой горчицы. Обмазываю щедро всю поверхность курицы. В общей сложности горчицы потребуется 4-5 столовых ложек. Можно так не заморачиваться и использовать просто дижонскую горчицу. А если хочется более яркий и пронзительный вкус, возьмите острую русскую горчицу. Немного соли и свежемолотого перца. Добавляйте их по своему вкусу. Может вы скажете нафига, но тем не менее. Беру 200 миллилитров горячей воды, кидаю туда полкубика куриного бульона. Размешиваю до полного растворения. Теперь перекладываю курицу в форму, в которой она будет запекаться. Вливаю весь бульон. Несколько кусочков сливочного масла. Размещаю их вот так. Ну все, отлично. Духовка у меня уже разогрета до 210 градусов. Помещаю туда курицу на полчаса. Спустя полчаса курочка немного запеклась, поливаю ее бульоном. Теперь понижаю температуру в духовке до 185 градусов. Опять помещаю курицу, но уже на один час. В течение этого часа опять достаю птичку и поливаю ее бульоном. При необходимости можно добавить воды. Итак, курочка у меня запекалась в общей сложности полтора часа. Перекладываю ее на блюдо для подачи. Лавровый лист и тимьян убираю, выкидываю нафиг. Достаю чеснок. Вот его выкидывать не нужно, хотя все зависит от ваших предпочтений. Распределяю его по блюду. На этом все, пора к столу. Готовьте, пробуйте, делитесь впечатлениями, жду ваши комментарии. Напоследок могу сказать, что это действительно очень удачный рецепт. Божественный вкус, очень нежное и сочное мясо. Шикарнейший аромат. Прямо слюнки текут. Да что тут говорить, надо есть. Всем пока!